Здравствуйте! Вы на канале Баланс стиля. В этом видео я покажу два способа моделирования платья с рельефами. Также расскажу о распространенных ошибках и о том, как их избежать. Приступим! Моделировать платье с рельефами очень просто, а результат получается потрясающий. У нас есть выкройка основа полочки и спинки. Начнем с полочки. Самый простой способ моделирования подобного платья это тот, в котором рельеф у нас будет уходить в плечо. Для этого мы оставляем плечевую вытачку, как она у нас есть, и прямой линией соединяем плечевую вытачку с талиевой вытачкой. Далее талиевую вытачку продлеваем до низа изделия под прямым углом. Таким образом, половинка полочки у нас разделилась на две части. Боковая часть и центральная. Центральная часть будет располагаться на сгибе ткани, то есть полочка у нас будет состоять из трех деталей. Две боковые и одна центральная. Важное правило, что углов быть не должно. Все угловые части сглаживаем. Как видите, здесь вытачку я обрезала с учетом сглаживания. Все линии должны быть плавными. Переходим к спинке. Со спинкой проделываем абсолютно все те же самые действия. Соединяем плечевую вытачку, если она есть, с талиевой вытачкой. Если плечевой вытачки нет, то от талиевой вытачки проводим прямую к плечу. Чтобы рельефные линии смотрелись в платье гармонично, линию проводим четко к той точке плеча, в которой разделен плечевой срез на полочке, чтобы при соединении линия шла плавно. То есть если бы здесь у меня не было плечевой вытачки, я бы проводила прямую четко к вот этой точке. Но так как она у меня есть, я просто соединю вытачки между собой. И так же как в полочке я продлеваю талиевую вытачку до низа изделия. Соответственно спинка у нас также разделилась на две детали. При разделении деталей на две части помните, что острых углов быть не должно. Сглаживаем их. Мы получили две детали полочки и две детали спинки. Для стачивания просто соединяем эти детали по контрольным точкам. Таковыми являются у нас контрольные точки по линии бедер, талии и по груди, по спинке и то же самое по деталям полочки. При таком варианте моделирования никакой сложности при стачивании не возникает. Иная ситуация у нас с рельефами, которые уходят в пройму. Рассмотрим такой вариант. Основная суть моделирования та же самая. Мы продлеваем талиевую вытачку до низа изделия. Соединяем талиевую и плечевую вытачки. Но теперь плечевую вытачку мы уведем в пройму. Прорисовываем плавную линию, уходящую в пройму. Теперь наша деталь разделилась на такие составляющие. Это у нас будет центральная часть. А вот эта, вплоть до нашей плавной линии, боковая. Разделяем эту деталь на две и помним, что все углы нужно сгладить. При таком варианте моделирования новички сталкиваются с проблемой при стачивании вот в этом месте. Вроде бы и соединяют их по контрольным точкам. И в целом деталь идеально соединяется, но в итоге оказывается, что одна деталь короче другой. И некоторые, дабы нивелировать эту разницу, обрезают появившийся излишек. Но излишка никакого нет, если выкроили все правильно. Как избежать проблемы с соединением этих деталей вот в этой области? Все очень просто. Перед разделением деталей на две части нам нужно добавить несколько контрольных точек. Добавлю 3-4 контрольные точки. Если вам нужно добавить больше, чтобы облегчить стачивание этих деталей, добавляйте хоть 10 дополнительных точек. Если вы уверены, что это поможет вам идеально стачать детали, смело добавляйте. То есть для точного и легкого стачивания нам нужно соединить эти детали по контрольным точкам, которые у нас есть по линии бедер, талии, груди. И также новые дополнительные контрольные точки, которые нам позволят с легкостью соединить детали вот в этой части. Также, если вы будете моделировать длинное платье, вы можете дополнительно добавить контрольные точки вплоть до низа изделия. Также, если вы захотите скроить эти детали по-разному, например, эту деталь по долевой, а эту по поперечной или по косой. Так кроить позволяется, например, если это нужно для воплощения вашей идеи. Например, если это изменение направления рисунка на ткани. В таком случае для соединения этих деталей вам нужно дополнительно расставить контрольные точки перед разрезанием деталей. Потому что в местах соединения детали будут иметь разную растяжимость. И для получения хорошего результата очень важно точно соединить детали без смещения. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться. Моделируйте и будьте стильными!